Уважаемые коллеги, я расскажу сегодня об реакции трансплантат против хозяина, если позволите, буду называть краткое РТПХ. Это основное специфическое осложнение аллогенных трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток. И почему это актуально для дерматологов? Потому что действительно проявление РТПХ, приострое РТПХ это 70% будет заинтересована кожа, хронические формы РТПХ это 95%. И во многом это диагноз клинический. Я позволю себе некоторое отступление в сторону истории трансплантации, потому что действительно метод уникальный. И на сегодняшний момент это один из основных методов лечения гемобластозов, депрессии, кроветворения, первичных иммунодефицитов. Но история довольно короткая, может уложиться в интервал жизни одного человека. Еще до конца середины 20-го столетия у него было неизвестно ничего. И уже в 1956 году первая сингенная трансплантация, еще не открытые антигены гистой совместимости. 1968 год. Первая аллогенная родственная трансплантация ребенку. 1973 год. Первая аллогенная неродственная. Сразу буду говорить про наших исследователей. В Советском Союзе первая аллогенная неродственная трансплантация была проведена в 1974 году профессором Барановым. 1970-1975 год. Первая аллогенная неродственная трансплантация ребенку в России была проведена еще в Советском Союзе, простите, Борисом Владимировичем Афанасием в Санкт-Петербурге. 1990 год. Врачина Нобелевская премия Дональду Томасу за теоретический и практический вклад в трансплантацию стволовых кроветворных клеток. По сути, это такой научный и клинический подвиг. Подвиг наших врачей, исследователей и наших пациентов. На сегодняшний момент принципиально важно различать трансплантации. Это аутологичные и аллогенные. Я буду делать акцент в сторону аллогенных трансплантаций, которые подразделяются на родственные и неродственные. Можно выделить классические, полную совместимость 6 из 6, гаплоидентичные с совместимостью 3 из 6 и сингены абсолютно совместимые, включая минорные антигены. Показания к трансплантации достаточно широкие. Прежде всего, это гемобластозы. Это лимфопролиферативные состояния, это депрессия и кроветворение. Данный метод используется для лечения некоторых соленых опухолей и для лечения заболеваний, аутоиммунных заболеваний. Основными источниками стволовых кроветворных клеток являются, прежде всего, костный мозг, получаемый при аспирационной трепанобиопсии. Это периферическая кровь, получая при помощи сепарации после мобилизации, и пуповинная кровь. В настоящее время реакция РТПХ – это главное специфическое осложнение, прежде всего, аллогенных трансплантаций. И именно формирование этого осложнения, этого тяжелого иммунопатологического синдрома является отличительной чертой между аллогенными трансплантациями и аутотрансплантациями. При проведении совместимых родственных трансплантаций частота составляет порядка 30-70%. Неродственные гаплоидентичные трансплантации частота данного синдрома составляет порядка 80-90%. Впервые описано как вторичная болезнь человека в 1963 году при инфузии костного мозга в жертв облучения. И в настоящий момент рассматривается как иммунофизиологический феномен, для формирования которого необходимо три основных условия. Это наличие иммунокомпетентных клеток у донора, это наличие трансплантационных антигенов у рецепиента и достаточно длительный период иммуносупрессии у рецепиента. И в данной реакции можно выделить две основные фазы, это афферентная и эфферентная. Афферентная связана с формированием иммунного ответа, это и презентация антигенов рецепиента, и формирование пулот и активированных лимфоцитов, и вторичная активация вторичных эффекторов, и уже собственно повреждение тканей эффекторов. Прежде всего это эпителиальные ткани. В настоящее время существует несколько классификаций. Основная классификация – это разделение реакции на зависимости от времени проведения трансплантации и выделяют как острую реакцию РТПХ и хроническое РТПХ. Помимо классической хронической реакции трансплантат против хозяина существуют еще и постоянно прогрессирующие реакции. Существуют такие варианты, как хронический верлепсиндром, развивающийся без первичной классической острой РТПХ. Каковы же факторы риска развития? Прежде всего это наличие неродственного донора. Это наличие HLA частично совместимого донора. Использование женщин-доноров для рецепиентов-мужчин. Это источники трансплантата. Чаще всего мы видим эти реакции при использовании клеток пуповины и крови. Это возраст рецепиента. Здесь принципиальное значение имеет возрастная инволюция тимуса, формирующая. Такую центральную толерантность тканей. Возраст донора. И отдельно я хотела бы остановиться на повреждении ткани. Так, в экспериментах Феррара было доказано, что токсическое поражение слизистой кишечника приводит к формированию грамм отрицательной флоры в кишечнике и эндотоксимии, которая, в свою очередь, индуцирует, не специфически индуцирует развитие РТПХ посредством увеличения синтеза провоспалительных цитокинов. Таких, как фактор некроза опухоли альфа и интерферон гамма. Для нас это тоже принципиально важно, потому что кожная токсичность тоже будет провоцирующим фактором для развития кожных форм РТПХ. Итак, основными органами мишени РТПХ, острый РТПХ является прежде всего кожа, это желудочно-кишечный тракт и печень. Для хронической РТПХ характерна несколько другая клиническая симптоматика, другие клинические проявления. Очень часто клиника напоминает заболевания соединительной ткани. Это склеродермоподобные состояния, это красные плоские лишаи, это дискоидная красная волчанка, ревматоидный артрит, это первичный билярный цирроз печени. В отличие от системных заболеваний соединительной ткани, не вовлечена процесс центральной нервной системы. Безусловно, существуют классификации по степеням тяжести. Здесь представлена классификация острой РТПХ, оценивается характер клинических проявлений и площадь пораженной поверхности тела. Появление булезных элементов, даже единичных, расценивается как тяжелые формы острой РТПХ. Хроническая РТПХ во многом напоминает чаще всего склеродермоподобные состояния, поэтому здесь оценивается и площадь поражения кожи, и выраженность склеротических изменений, и выраженность субъективных ощущений, таких как интенсивность зуда. Я беру к предыдущему слайду. Напомню, что площадь поражения мы оцениваем по правилу девяток. И перейду уже к клиническим случаям. Для того, чтобы продемонстрировать, с чем сталкиваются в том числе и дерматологи на своем приеме. А можно нам помочь? Да, помогите нам, пожалуйста, с переключателем, он отказывается. Никак. В данном клиническом случае я демонстрирую проявление острой РТПХ, которое во многом будет напоминать тоже ладонно-подушенный синдром. Как правило, острой РТПХ появляется клинические проявления со второй по восьмую неделю после проведенной трансплантации. И нередко манифестация связана с появлением фибрильной лихорадки, не отвечающей на значение антибактериальной и антимикотической терапии, отвечающей на значение метилпреднизолона. Как правило, это связано с приживлением, а появлением в периферической крови Т-лимфоцитов нередко будет манифестироваться как кожные сыпи, и излюбленная локализация будет прежде всего ладони и подошвы. Но, как правило, это субъективные ощущения. Начинается все с субъективных ощущений пациента, ощущения зуда и прилива к коже, ладони и подошвы. Потом мы видим персистирующую эритему, которая трансформируется в макулопопулезную сыпь. Но помимо ладоней, в отличие от ладоноподошвного синдрома, мы видим распространение сыпи, распространение на кожу туловища верхних и нижних конечностей. Здесь мы видим, насколько эта сыпь быстро распространяется, и если ситуация не контролируется, то очень быстро формируется тотальная эритема, эритродермия. Мне все-таки нужна ваша помощь. Это та же пациентка. Мы видим, насколько распространено высыпание. Как правило, такая сыпь сопровождается еще общими изменениями. То есть это появление, как правило, фибрильной лихорадки. Это боли в костях, боли в суставах. У данной пациентки, страдающей острым мелобластным лейкозом, которая была проведена аллогена неродственной трансплантацией, мы видим развитие не просто острой РТПХ, но она развивается на фоне лекарственной токсичности. Это булезная токсидермия, для которой характерно появление эритема, инфильтрация кожи, особенно и гиперпигментация в участках трения кожи. Это крупные складки. Здесь мы видим заднюю поверхность бедра. И именно здесь будет максимально фокусироваться реакция трансплантат против хозяина, которую мы видим как распространяющая мелкую макулопопулезную сыпь с максимальной фокусировкой в кожных складках. Но здесь еще есть тромбоцитопеническая порпура, поэтому вот такая вот сложная пациентка. В области кистей достаточно хорошо видно, насколько сыпь склонна к слиянию и формируются уже такие тотальные эритродермия. Ой, простите. И мы видим наиболее тяжелое проявление острой РТПХ. Это формирование булезного эпидермолиза с тотальным поражением кожи. Это серьезнейшее осложнение, которое в отличие от синдрома Лаэла достаточно сложно, еще более сложно лечиться, потому что это пациенты уже предлеченные, получающие иммуносупрессию. В этой ситуации приходится ее только усиливать. Как правило, это повышает риски инфекционных осложнений. Это тот же пациент. Мы видим, насколько выражены тотальные поражения кожи. И каков же алгоритм? Насколько сложно ставить диагноз? Дело в том, что диагноз острый РТПХ – это диагноз клинический. И, к сожалению, патоморфология не всегда нам сможет помочь. Примерно в течение трех недель после проведенной трансплантации еще нет ярких дифференциальных признаков. Их в принципе нет. И если рассматривать и сравнивать гистологические срезы РТПХ и токсидермии, эти различия будут минимальными. Для токсического поражения кожи характерно наличие воспалительных инфильтратов. РТПХ будет характеризоваться формированием так называемых сателлитных некрозов. Для РТПХ будет характерна диплеция терегов, в то время как значительное количество терегов будет характерно для токсидермии. И для РТПХ будет характерно малое количество клеток Лангенгарса, в то время как для токсического поражения кожи характерно наличие большого количества клеток Лангенгарса. Если говорить о хронической РТПХ, то здесь клиника настолько разнообразна. Также будут заинтересованы ладони. Помимо того, что заинтересована кожа, мы видим, насколько тяжело протекает поражение ногтевых пластин. Как правило, это тотальная у них дистрофия. Нередко клинические проявления хронической РТПХ напоминают красный плоский лишай. Но в отличие от классического проявления красного плоского лишая, мы видим, насколько сыпь распространена. Она тоже склонна к слиянию. Она не сопровождается, как правило, зудом. Чаще всего пациенты отмечают общее недомогание, ощущение сжения кожи. Чаще всего мы видим разнообразные изменения на коже. Если посмотреть на лицо данной пациентки, то они напоминают дискоидную красную волчанку. В то же время на теле мы видим формирование склеродермических очагов, нарушение пигментации, участки лейкодермы и гиперпигментации. У пациентов монголоидная раса течение РТПХ имеет некоторые особенности. В частности, у данного пациента мы видим, насколько меняется пигментация кожи. Причем она меняется стойко, нет обратного развития. И нередко оттенок этой кожи не просто темный, это лилово-темный цвет. Это только монголоиды. И в данном случае мы видим тяжелую форму экстенсивной хронической РТПХ. Это выраженное развитие склеродермы. В отличие от классической склеродермы, наблюдается тяжелое поражение эпидермиса, тяжелая атрофия, которая приводит к формированию множественных эрозий, язв, трещин в местах натяжения кожи. По сути, кожа становится таким панцирем. Помимо кожи, заинтересованы и слизистые. У данного пациента мы также видим проявление хронической формы, экстенсивной формы РТПХ. Другой характер сыпи на теле. Но я хотела бы обратить внимание на поражение слизистых. Как правило, таксеростомия – это появление множественных эрозий, множественных язв. и риски по формированию лейкоплакии. Какой же алгоритм поведения при обнаружении высыпаний на коже? Типичные изменения требуют сразу назначения лечения и только потом параллельно проведение биопсии. Нетипичные изменения на коже, безусловно, требуют патоморфологического подтверждения. Алгоритм терапии. Безусловно, возможно, местная терапия начинает, как правило, при первой и второй степени тяжести. Назначают топические препараты. Препаратами первой линии являются топические стероиды. Возможно, использование топического токролимуса. Эффективность терапии оценивается в ближайшие дни. Если мы видим прогрессию в течение трех дней, то необходимо усиливать системную терапию. Если не получаем ответы в течение семи дней, безусловно, усиливается системная терапия. Для лечения хронической РТПХ, легких проявлений хронической РТПХ, экстенсивных форм, ограниченных форм, используются топические стероиды. Прежде всего, можно применять и токролимус, но я хотела бы особое внимание уделить агрессивному увлажнению и восстановлению кожи. Это является обязательным условием. При неэффективности местной терапии, безусловно, будет усиливаться системная терапия. И рекомендации по профилактике развития РТПХ. Здесь будут отталкиваться рекомендации от выбранного режима кондиционирования. Мелоаблативное кондиционирование подразумевает использование прежде всего циклоспорина, метатриксата, антитимоцитарного глобулина. Немелоаблативное кондиционирование подразумевает чаще всего использование циклоспорина, токролимуса и использование циклофосфана. Безусловно, наши пациенты получают сопроводительную терапию, понимая, что это пациенты, находящиеся в умовом носопрессии, прежде всего эта терапия будет направлена на профилактику инфекционных осложнений. Спасибо большое. Спасибо большое, Елена Владимировна. Какие-то, может быть, вопросы есть? Потому что по работе с этими пациентами у Елены Владимировны уникальный опыт. Горбачевский центр является одним из крупнейших в России. И, конечно, количество пациентов, которые она видит, оно колоссальное. Поэтому вот если есть какие-то вопросы, задавайте. Я думаю, что она с удовольствием ответит. Спрошу первое. Хорошо. Елена Владимировна, а кто такими проявлениями занимается в гематологии? Гематологи, дерматологи? Вы знаете, мы работаем параллельно. То есть наши пациенты обязательно должны осматриваться дерматологом. И мы работаем параллельно. Конечно, основной врач – это гематолог. У вас в штате есть дерматолог? Что, прости? В штате есть дерматолог? Да, я. Понятно. Хорошо. И можно ли применять… Ну, вы, видимо, раньше столкнулись просто с этими кожными проявлениями, чем онкологи, которые занимаются солидными опухолями. Как вы думаете, можно ли ваши наработки применять в работе с нашими пациентами? Я думаю, да. Я думаю, да, потому что действительно накоплен очень большой опыт и топических препаратов, и алгоритма поведения. Потому что действительно не всегда появление кожной токсичности является основанием для остановки лечения. Мы всегда можем корректировать незначительные проявления токсичности и быть к ним готовыми. Поэтому я думаю, что это было бы очень интересно. Спасибо большое. Мне очень приятно. Спасибо огромное за доклад. Очень интересно. Может быть, мой вопрос покажется банальным гематологу, но я хотела узнать. Вот эти реакции, они как долго сохраняются у пациентов после пересадки и насколько высок процент полного регресса, если он наступает… Полного регресса, да. …кожных проявлений в тяжелых случаях, вот после лаела, после склеродермоподобных форм. Я просто не очень хорошо слышу, если можно. Насколько? Я по поводу того, насколько вообще в вероятной ситуации с регрессом, с полным регрессом кожных проявлений, восстановлением кожных покровов, наступает ли оно как быстро и насколько высокая вероятность таких исходов? Ну, все будет зависеть от выраженности клинических проявлений. Если это локализованные формы, если мы говорим о хронической РТПХ, то в среднем мы наблюдаем пациентов около двух лет и имеем шансы регресса клинических проявлений. Если это экстенсивные формы РТПХ, то такие пациенты имеют худшие прогнозы и полного восстановления кожного покрова к тому, с чего мы начали, этого не будет. Это в любом случае будет измененная деформированная кожа совершенно с другой физиологией. И эти пациенты, к сожалению, будут приспосабливаться к новой коже, простите, в течение всей своей жизни. И я думаю, что здесь как раз вот с этой проблемой столкнутся дерматологи на местах, потому что они должны быть готовыми к тому, что такие пациенты придут и должны контролировать их. Потому что такие пациенты будут иметь риски как раз-таки развития плоскоклеточных карциномов в последующем. И определенная онконосторожность к таким пациентам должна быть тоже. При том, что они будут ремиссией по основному заболеванию. Продолжение следует...